Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Продолжаем цикл наших программ, посвященных различным сюжетам, различным персоналием, событиям, связанным с историей ислама в России. В ХХ веке очень важное значение, собственно, и в любую другую эпоху, но в ХХ веке это кристаллизировалось, стало более активно проявляться, занимают персоналии, люди, которые фактически без инфраструктуры, без каких-либо системных организмов, без организаций как таковых, сохраняли исламское наследие, передавали его людям, смогли сберечь то наследие, которое было даровано предками в начале XX века, или которое они сами еще в начале того же XX века получили, передавали его верующим. Почему мы говорим «без организаций»? Ну, собственно говоря, организации как таковые институции существовали, однако их значения, их функции были усечены. Речь идет, безусловно, о духовном управлении, все равно остававшемся стержнем мусульманской жизни, о центральном духовном управлении мусульману, уфимском муфтиятии, который продолжал существовать, он не переставал работать ни на один день, тем не менее сравнивать деятельность центрального духовного управления, скажем, середины или конца 30-х годов с тем, что было в начале XX века в МДС, ну, не имеет никакого смысла. Безусловно, усеченность, ограниченность давления, которое оказывалось на духовном управлении, почти его разгром. Если мы вспомним сюжеты, связанные с муфтием Резойфа Хриддином, фактически уже даже выступавшим в отчаянии за закрытие этого духовного управления, тем не менее оно не было закрыто, но существовало в экстремальных условиях. Вот эта экстремальность, вот это существование на грани того, что может быть, а может не быть, жизни и смерти, пришлась на эпоху Габдарахмана Расулева, муфтия центрального духовного управления, возглавившего уфимский муфтияд в 1936 году. Кто из наших зрителей помнит события и биографию Резыфа Хриддина, наверное, запомнил такие эпизоды, такие факты, которые были связаны с последними годами жизни Резыфа Хазрата, когда духовное управление не имело никаких функционалов для своего существования, фактически. Мухтасибаты, региональные представительства, они были, но, однако, координация, деятельность их была парализована. Фактически очень многое оставалось в руках самих имамов, самих муф, которые находились на месте в еще существовавших незакрытых мечетях. И вот эта взаимосвязь между духовным управлением и землей, конкретным имамом, конкретной общиной, она фактически уже прерывалась. Поэтому Габдарахман Расулев приходит в ситуацию, с которой он сам не сталкивался, которая не была, фактически, в мусульманской истории России никогда не встречалась, необходимо было сохранить ядро. Конечно, недоброжелатели Габдарахмана Расулева указывали на то, что он был не избран, а назначен муфтием. То есть его приход в уфимский муфтият был связан скорее с решениями властей, нежели с волей той немногочисленной горстки еще существовавших общин, входивших в состав духовного управления. Не было какой-либо процедуры избранию. Однако, если мы посмотрим на обстоятельства, вот здесь такая вот фактически история, когда человек на свое место приходит. То есть его опыт предыдущий, многолетний опыт, его известность, его авторитет, они впоследствии, с течением времени, особенно в послевоенную эпоху, привели к тому, что обстоятельства его назначения на пост муфтия в 1936 году стали стираться. Люди, умма мусульманской России стала его воспринимать в качестве своего духовного авторитета, духовного вождя, своего муфтия. И все понимали правила игры, все понимали те обстоятельства, которые политические, идеологические, которые существовали в 1936-1937 году, понимали и не проговаривали вслух. Поэтому его избрание или его назначение, оно было закономерным. Вот если посмотреть на исторические события с точки зрения историзма, не с нашего опыта, не из нашего опыта, не из наших знаний, не из нашего представления о том, как правильно, а как неправильно, а с точки зрения того, что происходило в год фактического разгрома духовного управления, если мы представим себе, что дальше будет продолжаться, а дальше будет 1937-38 год массовой репрессии против людей, в том числе и религиозных деятелей. В этих условиях Расулив приходит в Уфимскую соборную мечеть, встает на ее минбар и становится муфтией. Кем он был до этого? Ну, надо сказать, я думаю, что многим нашим зрителям хорошо известно, что Расуливы – это династия, это семья, это клан такой большой, который был связан с Троицким и с Троицким мадресе. Фактически, это суфийская история, это история одного из крупнейших мадресе начала XX века Расулия, которая располагалась в Троицке и возглавлялась отцом Габдарахмана Расулева, Ишаном Зайнулой Расулева. Собственно, Габдарахман Хазрат был учеником своего отца и одним из его ближайших сподвижников, поскольку отец постепенно передавал ему функции, передавал ему борозды правления в этой, я бы сказал, современном инфраструктуре, сложившейся вокруг мадресе Расулия. Он приобрел опыт, он имел очень прочные связи с мусульманами не только татар-башкирского пространства культурного, но и с Туркестаном, с мусульманами Северного Кавказа. Безусловно, здесь играла свою роль и суфийская история, суфийские практики, практики нагжбандийского тариката, которым принадлежал этот клан. Вообще, вот эта история суфизма, здесь, надо сказать, особо татарского суфизма, поволжского, приуральского суфизма, она очень слабо изучена. В Татарстане есть несколько работ, серьезных работ, посвященных суфизму, но очень важно не только через персоналии, но и через повседневный такой суфизм начала XX века реконструировать эти практики. Это очень важная история, которая, да, иссяклась, она практически утратилась, в отличие, скажем, от суфизма на Северном Кавказе или в Средней Азии, но, тем не менее, это большой пласт, большая история, которая иногда себя проявляла в чем-то или в ком-то совершенно не ассоциирующемся в суфизме, например, в имам-хатыбах мечети Маржани уже в 1950-е годы, еще принадлежавших к последним поволжским тарикатам, например, Кизляу-тарикату, тарикату, происходящему из деревни современной Курманаева, Нурладского района Татарстана. Вот такие отзвуки суфизма. Гандрахман Расулеф – не отзвук и не тень суфизма, он такой очень активный представитель этого направления. Надо сказать, что полемика, которая в начале 1920-го года велась между суфиями и джадидами, она, конечно, затрагивала Мадреса Расулия. Расулия вообще фактически был университетом, как и Мадреса Галия в Уфе, для подготовки различных кадров, не только духовных, но и образовательных, хотя их так разделить-то, в общем-то, получается не очень-то верно, но, тем не менее, учителей, скорее, просветителей для народов при Урале, для Башкирии, для Казахстана, для Средней Азии. Поэтому, вот говоря о этих связях и долгих прочных контактах Абдрахмана Расулева, это не только 1936 год, это вся его биография. Надо сказать, что к 1936 году он уже подошел очень солидному возрасту, ему было фактически 46 лет, он уже прожил большую жизнь, имел большой опыт, большой опыт проповеднической деятельности, поэтому, придя на минбар Уфимской соборной мечети, он, в общем-то, находился в состоянии уже определенного опыта и определенной религиозной практики, которая сложилась до этого. А в 1942 году, во время заседания, фактически, такого Меджилиса, который в Уфе был проведен под руководством Расулева, были собраны представители, уцелевшие представители мусульманских общин РСФСР и других регионов стран, которые обращение очередное к мусульманам, патриотическое, опубликовали впоследствии, с ним обратились, его выдвинули. И, в общем-то, это было очень важно с точки зрения позиции мусульманского духовного управления в этот период времени. Надо напомнить, что 1942 год – это еще до Сталинградской битвы, до переломных событий, в тот период истории, когда будущее страны непонятно, и необходимо мобилизовать все силы для того, чтобы победить врага. Надо сказать, что к 1943 году изменяется отношение властей советского руководства к религиям вообще. В 1943 году, в сентябре, состоится встреча Сталина с иерархами русско-правосланной церкви. А в 1944 году будут учреждены новые духовные управления мусульман. Надо сказать, что центральное духовное управление мусульман в Уфе, то есть, которое в народе называли татарским духовным управлением, оно не создавалось вновь, оно уже существовало еще с екатерининских времен, как мы знаем. А вот новые духовные управления были учреждены буквально в 1944 году в Буйнакске Северного Кавказа, в Ташкенте мусульман Средней Азии и Казахстана, и духовное управление в Баку, которое фактически было шиитским духовным управлением, объединяло мусульман в Закавказье. Координация деятельности между этими духовными управлениями осуществлялась самими властями, но Кабдар Ахман Хазриат Расулев среди прочих муфтиев, вот этой четверки муфтиев, будучи одним из них, он обладал очень высоким авторитетом, его признавали, и, конечно, его энергия, его деятельность и использование времени. Это очень важно, когда общественный деятель, политик, религиозный деятель понимает свое время, он сразмерен времени, он совпадает с ним. Вот в этом отношении Кабдар Ахман Расулев находился на своем месте, еще раз повторюсь, и в свое время. Он использовал эту, условно говоря, либерализацию по отношению к религии полностью. К 1950 году было создано фактически около 900 общин, то есть они какие-то существовали там, неофициальные были легализованы, какие-то вообще не существовали и создавались заново, возрождались. Вот эта деятельность его активная, когда он выдает свидетельство, скажем, на право заниматься религиозной деятельностью имамам, вопреки тому, что это право государства, когда он ходатайствует об открытии мечетей, закрытых в 30-е годы еще в уцелевших зданиях деревянных, а в деревнях во многих появляются мечети. Всего этого впоследствии до конца советской истории, во всяком случае до перестройки, уже не удавалось никому. Это была энергия, это было использование момента, политического момента, вот этого потепления по отношению, условно говоря, потепления по отношению к религии в Советском Союзе. В 1950 году Гавдрахман Расулев скончался, он похоронен во дворе Уфимской соборной мечети, поэтому те из наших зрителей, кто будет в столице Башкортостана, в Уфе, вот эти памятники муфтиям, вообще весь этот двор Уфимской соборной мечети интересное, очень такое историческое место, связанное с исламом в России, с татарскими деятелями, выдающимися религиозными. Это посетить очень будет интересно. И прочитать дуа, прочитать Сура Корана на могиле Гавдрахмана Расулева, поскольку это фигура, которая, ну вот не было бы такой фигуры, вот ее бы изъять из истории, взять ее и как-то вот из энциклопедических справочников, из хронологии. И что бы было? Была бы разорванная связь, была бы разорванная цепочка. Да, суфийская цепочка разорвалась, она иссякла, но тем не менее сам ислам, сам дух ислама, сами возрожденные мечети, которые продолжали существовать и действовать после смерти Расулева, они являются важнейшим памятником его и памятью о нем. Мне доводилось знать нескольких представителей этой семьи. Это очень большой род, к нему принадлежит, например, и татарский писатель, один из классиков татарской литературы 20-го века Атилла Расих. Много разных интересных фигур из этой семьи, большой Расулевской, из большого этого рода. Но Гавдрахман Расулев, конечно, наряду со своим отцом Зайнуло и Ишаном, это такие фигуры, которые вошли в историю нашего народа. Субтитры создавал DimaTorzok